Татьяна Куцева теперь приходит в парк 50-летия октября практически каждый вечер. В рамках городской акции «Самара в движении» здесь проходят коллективные занятия с профессиональными тренерами. Лето, коллективные тренировки, ну как бы очень приятно, нравится. Ходила в спортзал, в спортзале это все равно железо тягать, а здесь групповые занятия. Ну, коллективная поддержка, ну и хорошая как бы разминка для тела, для суставов. Не напрягаясь и растяжка, мне очень нравится. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит с третьей декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию «Власть областного центра» провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. В вечернее время каждый житель нашего города может как самостоятельно, так и под руководством инструктора по физической культуре и спорту приобщиться к занятиям спортом. Инструктор по городочному спорту работает по выходным дням с 17 до 21 часа. Люди могут заняться фитнесом, йогой, танцами. Очень нужны, потому что есть люди, даже можно сказать, которые находят отдушину сюда, приходят для них это святое время, они как, я не знаю, для многих даже это видно, что реабилитация, для многих это просто физкультура, то есть они находят в этом свое. Это очень здорово. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева в парках Гагариной 50-летия октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию и расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.